Уважаемый президент, как правильно называется, аспекта, кстати, очень хорошая организация, тут слово образовательный, это очень важно, я хочу сказать два слова перед своим докладом по поводу предыдущих докладов, потому что я должен сегодня уехать, рано до конца не останусь. Вы знаете, у меня есть некоторое предложение по поводу аспекта, вот третьего ежегодного заседания, вы знаете, вот так вот ездя по миру и везде, обычно говорят сессия, это как-то, знаете, более научно или наукообразно, больше привлекает людей, заседание это хорошо, конечно, но мне кажется, слово сессия было бы более ярко, это первое. Второй момент, это крайне актуально, вот именно образовательная, вот сегодня суббота, когда люди были менее свободны, за рубежом все конференции, симпозиумы только выходные, в рабочие дни деньги зарабатывают, поэтому вот этот образовательный момент крайне важен. Но сегодня, вот мы видим аудиторию урологи, вот я являюсь главным геронтологом, там современных титулов нет, Санкт-Петербурга, у нас миллион двести пенсионеров, пожилых людей, ну сами понимаете, процент урологии, который мы имеем. И вот вы понимаете, что интересно, не все эти пожилые люди идут к урологам, в силу ряда причин, поэтому мне кажется, вовлечение в вашу сферу, орбиту, я бы сказал, геронтологии было бы крайне важно. Ну вы среди себя тут все говорите, прекрасные доклады, достижения, но не очень охвачен сегмент населения, понимаете, это было бы важно. Вот там в докладе показывали, там, эту, как его, критикующую мадам, которая очень часто, кстати, чем выше уровень интеллекта, вот в Петербурге, самая, ну культурная столица России, уровень культуры самый высокий считается, поэтому самый старый город России, 25% населения. Так вот, поэтому вот эти люди иногда говорят врачам, что надо делать, в силу своего высокого уровня образования, воспитания и генетики. Вот поэтому вовлечение вот этих людей старшего поколения в ваш дискуссионный клуб тоже было бы полезно. Это я хотел добавить. Теперь не могу не сказать, вот недавно я был в Израиле, там читал лекцию, и что меня поразило, вот слово цистит, у меня ассоциация возникла. Значит, я там разговаривал с одним доктором, которого группа пациентов, ортодоксы, вот такие группы евреев, там, ортодоксы, которые соблюдают все правила, там, и все-все-все. Так вот, этот человек был урологом, и он мне показал данные, что частота, вот циститов, эти фосфальции, всяких проблем у ортодоксов в 10 раз ниже, чем у тех, кто ведет такой светский образ жизни и не очень разбирается в своих партнерах. То есть, культура, религия, образование, вот где начинается урология, а то, что вы потом лечите и нарастающий вал этих болезней, а он-то начинается в молодости из-за отсутствия воспитания, образования и контроля обществом над молодыми людьми. Вот это я хотел бы добавить к вопросу об урологии, вне моего доклада. Не могу, меня бы споразила цифра, в 10 раз разница. Теперь, позвольте перейти к моему докладу. Давно, конечно, я благодарю за приглашение в ваше высокочтимое сообщество. Что я хочу в цель моего доклада? Это, понимаете, показать не просто влияние там в урологии, а более широко, эволюционно, какой смысл этого подхода, вот пептидной биорегуляции, и что он дает в том числе и для урологии. Ну, это понятно, что, видите, старение, старение, это, в общем-то, все начинается от генетики. Кстати, примерно 25-30% всего от генетики зависит. Образ жизни, болезни, экология, работа. Это, что влияет на наше старение. Это мы видим, как возрастает число пожилых людей в мире, то есть наша цивилизация вступила в этап постарения как вида. Между прочим, из 100% живых существ, которые были на Земле, остался всего 1%. 99% постарели и вымерли. Так, к слову. Далее. А какой есть ресурс? Вот ресурс примерно составляет, вот мы видим, 35-40%. Ну, это связано с видовым пределом жизни человека. Но этот ресурс, он связан вообще с любым живым организмом, от клетки до человека. Вот так вот уменьшается, вот зелененьким цветом, вот на примере клеток тимуса, вот уменьшается количество пептидов в возрасте старших возрастных групп. Снижение пептидов и выработки белков. Вот так снижается в простате количество белка по мере старения. Вот на примере животных, но это единый закон для всего. Вот такая есть возможность восстановления. Вот когда мы добавляем вот этот контроль, вот добавили пептид, ну, в частности, простаты, и мы видели повышение синтеза белка на 40%. Вот для чего нужны пептиды, в том числе простаты или там витопрост или аналогичные препараты. Повышение того резерва ресурса, который заложен природой. Ну, здесь, собственно говоря, схема пептидной регуляции. В чем проблема? Проблема в том, что вот с возрастом, или там стресс, экология, различные проблемы, снижение активности генов. Вся наша жизнь – это активность генов, или, если говорить научно, экспрессия гена. Снижение синтеза белка – это то, что контролируется генами, снижение функций и старение и так далее. И вот пептиды, в чем их эволюционная роль, огромная эволюционная роль? Это в том, что они активируют гены. Я сейчас дальше покажу. У нас времени не очень много, к сожалению. Вот пептиды. Почему они такие ценные? Да потому что они – это жизнь, они в природе, это не выдуманные вещества, а это химические. Это они есть в природном расстоянии. Высокая специфичность, полная безвредность. Не полная, а абсолютная. Потому что это элементы даже пищи. Микродозы, доступность производства. Ну вот это было синтезировано, сделано то, чего нету в мире. И в области создания пептидных биорегуляторов мы впереди планеты всей. Вот там была такая в конце один из моих титулов. Я возглавлял ассоциацию геронтологов Европы. И 42 страны, общество геронтологов, голосовали тайным голосованием. Избрали меня президентом. Впервые в истории стран Восточной Европы. В первый раз и в последний, больше никогда никого не сберут. Тайным голосованием. За что? За разработку геропротекторов. Дальше покажу. Вот препараты, которые были созданы нами. Откуда они вообще взялись? Не для геронтологии они создавались. Они создавались в Советском Союзе, военной медицинской академии. Это был специальный центр биорегуляторов, который я возглавлял. Ну, там полковник, соответственно, и так далее. Значит, это препараты были для повышения ресурса жизнедеятельности военнослужащих. Подводники, космонавты, Чернобыль, Афганистан. Мы за это получили все премии. Там, святоминистров, там, Академия наук и все, что угодно. И даже полковника я получил досрочно за спасение экипажа комсомольца подводной лодки. Вот препараты были для стимуляции иммунной системы. Это задавали вопрос при лечении различных циститов и прочих. Безусловно, тимолин. Там и вот Кузьмин, который будет выступать, он, наверное, об этом скажет. В комплексной терапии. Препараты из эпифиза мозга важнейшие. От простата. Ну, тут различные препараты. Мозг, кортексин, ретиноламин, сетчатка. Ну, вам просто для сведения. Они входят сейчас в список этих жизненно важных препаратов. Вот это новейшие препараты, которые сейчас находятся в фармкомитете. Вам просто для информации. Они скоро появятся. Тестонорм. Мы получили как раз предложение от штады совместно его разрабатывать. Препарат стимулирует выработку собственного тестостерона. Это препарат мочевого пузыря. Визустим. Повышение тонуса мочевого пузыря. Нормализация тонуса мочевого пузыря. Такого препарата нет в мире. Это аналог. Кстати, первым пациентом был мой отец. Ему 92 года было. Были проблемы с мочевого пузыря. И вот применение препарата привело к остановлению тонуса мочевого пузыря. Препарат сосудов, хрящей печи и так далее. Это мы пропустим. Это я тоже пропущу. Учитывая, что у нас мало времени. Вот это я просто хочу показать, почему пептиды в таблетках в том числе проникают. И почему даже в кремах могут проникать. Дело в том, что все наши ткани, покровы, ядра клеток и оболочки клеток имеют поры. А вот эта нуклеопора в ядре 50 нанометров. Вот она, видите, да? А все пептиды, длина их 5-10 нанометров. И когда мы делали исследование на коже, там применяли один из кремов, и получили проникновение пептидов через кожу. В том числе. Вот так они проникают. Я буду ускоряться здесь. Ну, механизм дифетировки клеток тут имеется. Я тоже его пропущу. Вот эта вот сводная табличка, видите, по возможности повышения ресурса организма. Вот увеличение синтеза белка 42%, рост клеток 42%, число делений клеток 42%, максимальная длительность жизни 42%. Поразительная цифра. Разные лаборатории, разные методики. Следовательно, в нас, в самих заложено. Я скажу, почему. Потому что все наши органы и ткани содержат стволовые клетки. Или, правильно говорить, полипатентные клетки. И вот пептиды именно активируют именно вот этот ресурс. Вот за счет чего можно получать дополнительный эффект. Вот препараты простаты, которые существуют. Раверон, наверное, вы слышали, кто постарше. Я не знаю, сейчас в современное попадает к вам раверон или нет. Прекращен, да, наверное. Ну вот, раверон, простатилен, который был нами сделан первым. Кстати, знаете, лечкового мы применили? У подводников был простатит 90%. Молодые ребята, до 35 лет. Ну, длительное воздержание и так далее. Сампрост, витопрост, уропрост. Ну, это то, что все они, кроме раверона, содержат примерно один набор пептидов. Когда в компанию «Рабофарм» меня пригласила в 1989 году, еще в СССР, еще будучи полковником я был, и они хотели, как раз, простатилен хотели как бы закупить. Они сравнили с равероном. Простатилен был эффективнее примерно процентов на 30 по их методикам. И мы спрашиваем, о, как это здорово, значит, мы будем его производить. Они, говорили, в первый раз столкнулись с акулами империализма. Они говорят, да нет, мы хотим купить ваш патент, чтобы никогда они у вас под ногами не путались. Чтобы никому не отдали. В первый раз мы столкнулись с бизнес-фармацевтикой настоящей. Ну, так вот это и закончилось. Ну, здесь вот весовой кофициальной железы у крыс. Тут я хочу показать, что просто препараты, вот пептидопростаты являются эффективными. Я сейчас не хочу вас в эти столбики вдаваться. Ну, здесь также морфологическая картина. Вот пептидопростаты улучшали картину морфологическую. Здесь пептиды на белки, P53, апоптоза, и K67 – это пролиферация. И что мы видим, также эффективность применения пептидопростаты. Я хочу вам тут более важное показать. Здесь оценка лечения пептидопростатов больных хроническим простатитом. Это по данным Ткачука, профессора, который был главным урологом еще Ленинграда, Петербурга. И вот Кузьмин тогда был, наверное, еще аспирантом, наверное, был там. Когда начинали все эти исследования. Вот мы видим, видите, картину, которую вы можете видеть. Кстати, была написана книга, где Кузьмин – соавтор. Книга какого года? До 96-го, кажется, да? Да, применение препаратов в урологии. Блестящая книга. Даже на премию выдвигали одно время. Здесь одинаковые ощущения. Это также по данным Ткачука, профессора. Мы вот видим, что очень хороший эффект. После применения препаратов простаты. Вот здесь, где они были эффективны, при какой патологии, в экспериментальных моделях. Не просто эффективны, а высоко, достоверно эффективны. Вот мы видим хронический простатит, пилонефрит, цистит, даже панкреатит. Гравитационные перегрузки, но это военные были. Травматический шок и баротравма. Да? В том числе и при этих патологиях. Далее. Здесь это при каких заболеваниях у людей. Вот все эти препараты, вот они все, пептиды, простаты. И которые благодаря нишфарму и штате получили, как я бы сказал, второе дыхание. Которые вышли и в таблетки, и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот количество соавторов, которые мы внизу видим. И вот какие заболевания. Далее. Ага. Пептиды, вы видите, это новое. Это я показываю в первый раз. В первый раз показываю. Значит, вот среди, даже не только урока вообще. Вот старение, снижается активность фибробластов. Вот это белки фибробластов, простаты. Снижается дифференцировка и функциональная активность. И вот пептиды стимулируют экспрессию генов и синтез белков вот этих белков. Такая схема довольно простая. Это влияние, переносит на экспрессию факторов дифференцировки фибробластов простаты. Прицельно. Это культура фибробластов. Что мы видим? Вот тут два фактора, два белка. И вот это молодые клетки, зрелые и старые. Увеличение, вот если мы посмотрим, в частности, вот этого белка, почти в 10 раз. То есть, те сниженные, сниженная активность вот этих клеток можно восстановить, применяя пептиды простаты, в частности, вот в этом эксперименте. Ну, эту схему я просто не буду вас пугать. Так, здесь вот показаны клетки. Первый пассаж, это седьмой пассаж. Ну, так бы уже старение клеток. И вот добавление пептидов, видите, восстановление этих клеток. Вот деленная флуоресценция, этот белок. Это мы построили, это просто суть дела. Вообще, как пептиды взаимодействуют? Они взаимодействуют с ДНК, с конкретными генами. Ткань не специфична, гена специфична. Вот здесь это вот так мы выглядели. Это программа специальная. Это имеется вся ДНК в виде 3D, специальная литеризионная программа, которую мы приобрели. Так, между прочим, 50 тысяч долларов стоит. Это вот так выглядит построена модель, как пептиды взаимодействуют с ДНК. Сейчас, надеюсь, она тут правильно вращается. Так, 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 так. Так, 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 вот. Ага. Вот, видите, вот это вот ДНК. Вот она. А это пептид, который подходит в точно место. То есть, вот такое ДНК. Это нуклеотиды, определенный порядок. Именно кислоты, определенный порядок. Это две информационные молекулы, взаимодействие между которыми и привело к возникновению жизни на Земле. И вот так же все живое подвергается вот такому феномену. Сейчас она тут закончится. Вот так. Это все рассчитано. Все эти углы, все соединения. То есть, так в жизни существует взаимодействие конкретных фракционных молекул пептидов и ДНК. Причем, как вы знаете, у нас 25 тысяч генов. И какое количество пептидов должно быть. А вот это вот тоже показываю первый раз. Первый раз. Мы пришли к выводу о едином эпигенетическом механизме пептидной регуляции фракционных генов в природе. Это касается растений, бактерий, насекомых, земноводных, грызуны, примат и человек. Почему я это называю? А на всех на них это все сделано. Включая почему-то растения. Здесь, в Москве, в МГУ, есть такой академик Ванюшин. Он сделал на ДНК пшеницы. Мы еще в начале когда-то начинали, мы так еще подумали, что за чертовщина, зачем нам пшеница. А вот оказалось, что все закономерности оказались абсолютно одинаковые. У всех насекомые, тут имеются мухи, пчелы, конкретные гены там показали. Вот это позволило нам сделать такой всеобщий закон. Вот видите, влияние природных пептидов в пределах человеческой нормы было учено на различных видах животных. То есть это единый закон живого. Вот так это выглядит теперь. Если раньше, когда мы учили биологию, было ДНК, РНК, пептид, ДНК, РНК, белок, вернее. Только теперь мы вставили первые сигнальные молекулы пептид. ДНК, РНК, белок. Так, все. И хочу, заканчивая, сказать еще следующий момент, что вообще вот это, то, что я показал, вот эту картину, вы знаете, она характерна для любых тканей организма. И вот мы создали на сегодняшний день 25 препаратов. Но благодаря сложности прохождения фармкомитета, где застряло у нас 7 препаратов уже в течение 4-4 лет, поэтому это, к сожалению, пока задерживает внедрение их в широкую практику. Но тем не менее в будущем, то, что я вам показал препарат семенников и мочевого пузыря, безусловно, это будет в том числе в вашем арсенале. Уважаемый Владимир Михайлович, спасибо большое за доклад. Я привез вам из Санкт-Петербурга студенческий вопрос. У нас студенты готовились к заседанию СНО, не могли найти ответ на этот вопрос в литературе доступной. В докладе вашем тоже не прозвучало сегодня. Скажите, пожалуйста, как вы исследуете фармакокинетику препаратов полипефтидных при пероральном и трансректальном введении, чтобы подобрать эффективную дозу? Хороший вопрос. Самый больной вопрос, кстати. Так вот, для экстрактов, то есть вот эти фигвитопроз, тимолин, кортексин, это является комплексом пептидов. Для них решено в фармакокинетике фармакокинетику оценивать по клиническому результату. Здесь ответа пока нет. А что касается пепитов синтетических, которые, например, из тимолина, выделены тимоген. Тоже лекарственные препараты, дипептид. Вот там фармакокинетика сделана. То есть это метится аминокислоты, ну стандартная характеристика метится аминокислоты и смотрится в введение в крови и нахождение примерно 7 часов для пептидов, для отдельных. Но работа эта проводится здесь в Москве, у профессора Золотарева, в частности. Это очень сложное, дорогостоящее исследование. Мы учим студентов, что белковые молекулы, которые статусные вещества, то есть в печи, улучшаются на аминокислоты. И потом используется создание других белковых молекул в организме. Как обеспечивается специфичность воздействия специфических аминокислот на предстательную железу и другие? Сразу забегаю вперед. То, что было написано в учебнике, когда мы учились, что белки распадаются до аминокислот, неверно. Но если вы сейчас откроете сегодняшний учебник биохимии, там вот написано, что белки в желудке распадаются до D3-пептидов. Понятно, да? Вот именно этот процесс питания. Самое главное лекарство – это правильное питание, кстати, еда. Вот когда мы съели что-то, белок распадается в желудке и в кишке до D3-тетропептидов. Далее эти пептиды всасываются в кровь, попадают в клетки, попадают в ядро и регулируют активность генов. Такова естественная регуляция всего живого. Понятно. Поэтому ответ студентам вот такой, что короткие пептиды являются фрагментами распада белков в тканях. Что касается слизистых, ну там ректальное применение или там таблетки, или перорально, то есть это не имеет... И даже через кожу. Короткие пептиды способны проникать через все барьеры. А дозировка препаратов как определяется в такой ситуации? Дозировка определялась путем экспериментальным. Ну, скажем, на животных применяли в дозе миллиграмм, 5 миллиграмм. И, ну, как положено по требованиям фармкомитета, делается в трех дозах. И вот как раз эти данные с животных переносились уже на человека из расчета массы тела. Вот так сделано было для Витапроста, для коротексина и так далее. А вот для пепидосинтетических, вы понимаете, прямой такой зависимости не существует. Что мы увидели? Что в концентрации, ну, скажем там, в определенных клетках, в 10 минус 8 нанограммах мы видели эффект. То есть это очень маленькие дозировки, которые, и когда мы их повышали, дозировку, вначале мы получали повышение активности, а потом к большой дозе получали понижение активности. Поэтому пептиды обладают не прямой зависимостью, вот такое чисто механическое, как химические вещества, а так называемым, это Игорь Петрович Ашмарин, академик, сделал, каскадный эффект. То есть пептидам присущ каскадный эффект. Вот это вот такой ответ. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите про эпигенетику, то есть действия пептидов, у вас схема была увеличения матричной РНК. А изучали ли вы действия этих пептидов на регулирующие РНК, микро-РНК? Они ведь тоже пептидные, так сказать? Абсурдно правильный вопрос. Как раз сейчас это находится в явлении на этом МРНК и на эти веще. Это сейчас крайне актуальная тема и за рубежом исследования, сейчас мы это изучаем. Это действительно важнейший момент и ответа пока нет. На сегодняшний день ответа на РНК пока нет. Спасибо. Игорь Михайлович, у него микрофон дайте. Добрый день, Владимир Хаскевич. Меня зовут Рохликов Игорь Михайлович. Сразу же скажу, что работая врачом-урологом уже 26 лет, я больше 20 лет использую эти препараты активно. И препарат простатилен, наверное, это вообще история. Но назначая их активно пациентам, я сам лично за все эти более 20 лет до сути так и не дошел. По той простой причине, что у меня возникает целый ряд вопросов, которые я буквально сейчас перечислю очень быстро. Первый вопрос. Кто доказал, что они всасываются из прямой кишки в простату? Второй вопрос. Если мы говорим об эффективности, проводились ли какие-то плацебо-контролируемые исследования? Потому что это все первый уровень доказательности. Пациенту помогло, но мы редко используем эти препараты как монотерапию. Мы их назначаем в комплексе с антибиотиками, с физиотерапией, с какими-то другими. Помогло пациенту хорошо. Потом у меня возник вопрос. Почему мы берем предстательные железы крупного рогатого скота? Почему не берем у козлов, у баранов и так далее? Дальше мне стало интересно, каким образом эти простаты на мясобойне выделяются из туши этих быков. Кто этим занимается? Куда поступает этот материал? Где находится этот чудесный чан, в котором варятся предстательные железы в собственном соку, из которого выделяется субстрат? Я прекрасно отношусь к компании штата. Их очень уважаю. Они работают с урологами активно. Но у меня возникают те вопросы, которые я не хочу выносить на уровень обсуждения с пациентами или со студентами. Я сам хочу это понять. Не могли бы вы дать хоть какие-то пояснения в этом плане? Я хотел чан посмотреть. Вот никак мне этот чан с варящимися в собственном соку простатами быков, мне так никто нигде и не показал. Красиво показывают расфасовку, линию, когда там уже идет в упаковочке, все эти вот свечи. Мне хотелось бы понять вот эту саму технологию. Как получается вот этот биоматериал для того, чтобы в конце концов попасть на полку в аптеке? Ну, я отвечу, отвечу. Давайте для скорости. Я понимаю, что времени не так много. Значит, первое. Ну да, все вопросы ваши абсолютно правильные. Вот в течение, вот я занимаюсь 30 лет, и 30 лет эти вопросы все звучат. И они абсолютно справедливые. Но наука, понимаете, она не всегда в курсе дела полностью. Наука тоже развивается. И различные аспекты делаются по мере возможностей нашей науки и нашего государства. По поводу, начну с конца. Вот вы говорили по поводу доказательности. Это самый главный вопрос, действительно. Ну, во-первых, исследование в эксперименте, даже так же на кафедре Ткачука, и сейчас Альшукри, и то, что видел Кузьмин, когда, прежде всего, контроль, опыт, статистика – это эксперимент. Ну, и витро, и на животных. Это является главной формой предклинической доказательности. Там все это было со всеми элементами необходимой доказательной системы было железно доказано. Причем не только контроль, опыт, плацебо и это, а и в отношении других. Например, предупример. Значит, мы разрабатывали препарат противолазерного оружия, это из сетчатки глаза. И нас потребовало по заказу госпитета полнотехники оценить специфичность. Вот этот вопрос был задан еще в 1981 году. И мы взяли экстракты из тимуса, из простаты и из сетчатки. Все было зашифровано и смотрели эффект. И какое было наше же удивление, когда препарат из сетчатки железно подействовал, а остальные не подействовали. Я по специфичности доказательности. Конечно, на людях такие опыты не делали, сами понимаете. Вот далее, по поводу, где этот чан находится. Дело в том, что разработаны препараты были на ленинградском мясокомбинате имени Кирова, на заводе медицинских препаратов, который производил лидазу, который вы все знаете, цитохром и так далее. Это длинная история. Это первое. Но сегодня штата, вы верно заметили, разливает или упаковывает. А субстанция делается, удивитесь, в Дании, в Копенгагене, там есть мощнейший завод по производству экстрактов. Крайне стандартно, сбор сырья, это проблема почти государственная, сбор сырья, очень сложная. В России она разрушена. Когда был СССР, была блестящая система заготовки сырья. Крупные мясокомбинаты, замораживание сырья немедленно, там полчаса. И все это поставлялось на завод медпрепаратов. Я эту систему все знал, видел. Существуют ГОСТы по забору сырья, от кого животного нужно взять, какого возраста, в стикетном справке. Это огромная, поверьте мне, контролируемая система. И вот то, что мы видим в Витапрусте, это стандартизованный порошок, который изготовлен или в Дании, или частично в Белоруссии. На заводе БелМедпрепараты, где находится самый крупный, бывший советский завод, мощнейший. И только Белоруссия сегодня имеет систему сбора сырья. Это по поводу ЧАНОВ. Понятно, да? Значит, вся эта техническая цепочка находится в трех местах. Дания, Минск и Санкт-Петербург. По поводу контролируемых исследований. Безусловно, вот для этой серии препаратов, или, назовем, линейки. Вот сейчас я возьму даже, извините, начну с кортексина. Скворцова, наша министр, Вероника Игоревна, которая возглавила проведение плацебо, контролируемое многоцентровое. Это, как положено по европейскому протоколу, трехлетнее исследование в семи центрах, ну, России. И получили блестящий результат, который позволил ввести этот препарат в жизненно важный. То же самое было проведено в отношении препарата сетчатки, препарата эпистиза. А вот до простоты не дошло. Понимаете, да? Да, еще не время. Но, по-видимому, стоит на повестке дня, штата здесь имеется, я не знаю, где она тут у нас, штата. Да, 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 да. Вот, по-видимому, вот для того, чтобы исключить вот такие вопросы, было бы желательно провести хотя бы ограниченное, вот двойное слепое плацебо-тролируемое исследование в отношении Витапроста. Это был бы огромный козырь для всех клиницистов. И очень важно, что можно было бы не только для клиницистов, но и для пациентов. Это вот такой план. Почему именно крупный рогатый скот? А, теперь почему крупный рогатый скот? На самом деле, пептиды, да, 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 пептиды, вы очень удивитесь, выделенные из простаты мышки, крыски, морской свинки, кролика, обезьяны и человека одинаковы. То есть, структура этих пептидов одна и та же. Почему? Почему нет вида специфичности? Потому что короткие пептиды не обладают видоспецифичностью. Почему быки? Это входит в стандарт сбора. В России только два стандарта. Это у свиней и у крупного скота. Так было исторически. Но, возможно, нам предлагали все время олени северных. Вот приезжайте к нам в тундру, там пособирайте. Это нереально. То есть, это то, что где идет забой скота. И поэтому чисто из размера. И плюс, на это есть стандарт. И сбор сырья этот был еще начат в Советском Союзе. Вернее, эти ГОСТы. Вот с чем связано. А так вообще, это не имеет значения, с кого брать. Из какого животного. Они все одинаковые. Извините, просто последнюю реплику. То есть, я правильно понимаю, что вот из этой огромной туши бока надо выделить вот эту предстательную железу без сопутствующих каких-то других тканей. Да, вот где-то найти там тазу. И потом надо столько выделить этих простат, чтобы издание заполонить свечами витопрост всю Российскую Федерацию до Владивостока. Это сколько там нужно убить этих быков и достать этих простат? Значит, простата быка, на самом деле, довольно большого размера. Если не ошибаюсь, там почти 200 грамм, понимаете. И вот сбор сырья. Я сам лично был на этой, как вы сказали, на мясокомбинате, когда мы с моим товарищем Морозом ходили и смотрели. Помню, был очень интересный, смешный момент. Мы подошли, а там эти туши висят, подвешенные за ноги, уже непонятно, кто корова это или бык. И мы стали искать простату. И говорим, а где же простату, почему нет? Мы думаем, так это коровы. Мы долго искали простату у коровы. Поэтому, на самом деле, и отработано в гости, на каком, вот так идет туша, она проходит несколько этажей, спускается, и на каждом месте есть специальный человек, обученный, как грамотно выделить этот орган. То есть, это тоже технология. Это не просто там ученые что-то изобрели. Это стандартный промышленный метод. Вот. И выделение этих простат, а по объему, вы верно заметили, так как дозировка 10 миллиграмм или 5 миллиграмм, не помню, в этой свече там или там в пятом или 10, это маленькая дозировка. И эта субстанция на сегодня штата закупает почти сотню килограмм субстанции в разных, вот, и на биомидопепаратах, и там, и в Петербурге, и в Дании. То есть, это такое довольно сложное мероприятие. Я даже думаю, что этот опрос мог бы стоить и подороже, потому что это ценное и сложное изготовление. Спасибо. А у меня можно встречный вопрос к Игорю Михайловичу? Игорь Михайлович возглавляет урологическую службу всего Центрального округа Москвы. То есть, вот, Кремль, это его там. Кремль ваша? Да, конечно. Да, ну вот, это Кремль, это его территория там. Вы говорите, что вы уже много лет применяете, вот, Витапрост или простатилен, но вы применяете, грубо говоря, клинический эффект вы видите от применения или нет? Несомненно, клинический эффект я вижу, но я вижу этот клинический эффект, как я уже сказал, в комплексе терапии. Поскольку лечение простатита, мы здесь урологи все, на мой взгляд, состоит принципиально из двух моментов. Это медикаментозное лечение и очень мощное психологическое воздействие на пациента. Если мы лечим простатит человека, который измучен многолетними страданиями, вот этими болями постоянными, если я ему просто назначу отвлеченно принимать ципрофлоксацин 20 дней и больше не появиться у врача-уролога, он придет 20 дней либо ко мне с теми же жалобами, либо он пойдет к другому врачу, который будет лечить его, на его взгляд, более правильно. Поэтому этот препарат, как монотерапию, я не использовал никогда. У меня личных наблюдений по поводу эффективности препаратов, как монотерапии, нет. Поэтому тем более было бы интересно прочитать когда-то результаты каких-то серьезных исследований, как именно этот, может быть, плацебо-контролируемый каких-то исследований, когда монотерапия этим препаратом привела бы к облегчению симптомов, уменьшению степени воспалительной реакции и так далее. А как комплексное лечение, пациенту приятно прочитать схему лечения, где его лечат многосторонне различными препаратами, там может быть сразу 6-5 наименований различных лекарственных препаратов, плюс физиотерапия, плюс психотерапия, тогда эффект будет, конечно. Вы знаете, я добавлю вот к этому вопросу. То клиническое применение, которое нам расскажет Игорь Валентинович, и тогда можем обсудить к этому клинику. Я хочу сказать, что полностью согласен с вами, что вообще я сторонник именно комплексного лечения. И к простатиту лечения я бы добавил еще, например, препараты, повышающие иммунитет. Обязательно. И вот мы своим пациентам препарат сам прост, тимолин, плюс все остальное пособие, которое на усмотрение уролога, это комплексный подход. Но, тем не менее, провести вот это, так сказать, двойное слепое, я как бы сторонник этого сегодняшнего нашего, как решения, да, нашего сегодняшнего клуба. Пожалуйста. Буквально. Если это Дания производит, а в Европе используются эти препараты? Одну скуточку. В Дании получают сырье. Дания поставляет субстанцию в Россию, а еще поставляет в Японию и еще в 40 стран. Понятно. Что они там делают, мы точно не знаем. Мы знаем только о Равероне. Вот Раверон, который препарат, это примерно аналог, который, не знаю, использовали ли вы его, не использовали Раверон. Когда-то? Да, да, да. Да, сейчас его нету, да. Вот там есть Раверон и еще несколько названий. Но мы сейчас говорим о поставке в Россию. Мы работаем в России, и нам важно, что мы здесь можем... А в европейских странах, в странах ЕС используются такой метод лечения? Безусловно. Там применяются препараты различных, выделенные из различных органов. Я просто даже на память могу... Вот этот Румалон, тот же из хрящей, там, Раверон, и в Италии, в Германии. Там целый комплекс препаратов своих. Мы... А? Да, да. Различные. Но это нужно... Я лично не занимался точным изучением в урологии. Вот меня интересовала более общий подход ко всему этому делу. И как заключительная сцена, обязательно проведение многоцентрового сравнительного плацебо-котровимого исследования для всех препаратов лекарственных. Спасибо. Вопрос остался? Скажите, пожалуйста. Вот вы показали здесь хорошо 3D-модель взаимодействия пептида с акциным центром ДНК. И указали на то, что все углы посчитаны, которые существуют в этом трехмерном пространстве. У вас есть какие-то специалисты, работали направления, отдел, занимающиеся математическим моделированием, физико-математическим моделированием вот этих активных центров? Потому что вот на Сибирске сейчас они все активации генов, они пытаются прогнозировать с точки зрения физико-математического моделирования активного центра. Я хочу сказать, что конечная точка научного изучения – это взаимодействие молекул. Вся наша жизнь вместит молекул. Так вот, грамотно, я вам показываю, у нас в институте моем, мы создали специально лабораторию. Название – лаборатория эпигенетики, биоинформатики и молекулярного моделирования. Работают, там нет медиков и нет биологов. Там работают биофизики, выпускники Политехнического университета, там кафедра специальной биофизики Санкт-Петербургского. Там работают два математика и три генетика. Только они сумели при наличии лицензированной программы из Канады, она всего одна в мире, и в Петербурге официально, есть пиратские копии разные, просто как это делается? Мы приобрели официально эту программу на конкретный компьютер. И эти люди, которые прошли обучение за рубежом в этой фирме, они и являются специалистами в области молекулярного моделирования. Извините буквально одну минутку, позапрошлогодняя Нобелевская премия по химии была посвящена как раз элементам молекулярного моделирования. И было сказано в Нобелевской речи, что ни одно новое лекарство не должно пройти мимо моделирования молекулярного, с чем оно взаимодействует, как и что. Но это будущее. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я по поводу рекламы Витапроса хотел спросить. Там они отмечают то, что за 7 дней вылечивается проститит полностью. Я думаю, что это не вопрос к Владимиру Хаскалевичу. Это, может быть, Игорь Валентиновичу вы можете спросить. Сейчас он выступит, и вы тогда ему зададите. Мы просили Владимира Хаскалевича рассказать о самом открытии, я бы так сказал, о философии и идее. Я согласен с Игорем Михайловичем насчет того, что, наверное, нужны обязательно доказательные плацебо-контролируемые исследования. И это, наверное, то, чего, будем так говорить, опять-таки, наверное, не хватает урологам для того, чтобы, ну, скажем, быть уверенным в эффективности этих препаратов. Хотя при этом все мы пользуемся этими препаратами, все мы их применяем, все мы назначаем, и все мы видим то, что это лечение эффективно. Поэтому я думаю, что вот вопрос о клинической части, давайте мы оставим для Игоря Валентиновича. Юра, у вас остался вопрос? Нет. Знаете, я вот как бы стоял, честно говоря, наслаждался, восхищался, правда, потом где-то подумал, что, может быть, мы не будем больше Владимира Хаскалевича приглашать на наше заседание. А потом подумал, из-за него очень сразу этот, не бюджет, а это как это, регламент, регламент очень сразу увеличивается. Но потом я подумал, что нет, наверное, наоборот, это очень здорово, очень хорошо. И я думаю, что мы все благодарны профессору-академику Ховенсону за вот этот приезд и за это участие. Я хочу поблагодарить Игоря Леонидовича Годунова, как представителя компании «Штада», опять-таки за то, что они помогли организовать и приезд Владимира Хаскалевича, Игоря Валентиновича. И я думаю, что, наоборот, наши вот эти взаимодействия, сотрудничество и встречи, они, наоборот, помогут нам еще больше понять, разобраться и поверить вот в то, что делается и сделано в российских лабораториях, российскими учеными. Спасибо большое. Просто нам надо времени выделять побольше на выступления таких вот замечательных лекторов. Андрей Леонидович, наверное, нет, уже вопросов нет. Нет, я хочу другой сказать, уже не вопросы. Нет, я не вопросов. Я хочу сказать, что именно присутствие на вашем дискуссионном, называется дискуссионный клуб, именно дискуссии, именно вопросы, они являются источником развития знаний, источником эволюции каждого из нас. Вот в этом самый главный результат, вот сегодняшнего, когда возникает мысль, возникает, что надо сделать дальше. Это и есть эволюция знаний, крайне полезное дело. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.